здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема моя теплица опять любимая и как взошел лук эксибишен и какие у нас дальнейшие действия лук взошел эксибишен вы помните да ялтинский эксибишен здесь только два сорта это луки которые мы выращиваем рассады они крупноплодные они сладкие красивые до февраля месяца совершенно спокойно все это хватает на еду хочу сказать что лук особенный если мы его рассады выращиваем ему надо два сезона пройти понимаете вот мы в начале апреля его посеяли в первой декаде вот он пройдет один период это будет у него где-то там до июня месяца а второй он пройдет уже в стадии рассады и к осени образует нам луковичку 800 грамм то точно ну 700 900 сто процентов хочу сказать что лук посеянный вот на эту третью грядку ну я всегда так делаю и он себя великолепно чувствует почему-то вот здесь середина то ли тут ветер дул холодный как то здесь более слабовато взошло вот именно вот эта середина хотя сорта лука тут вот каждая полоска это разные сорта не знаю что ему не хватило а так в общем то я вижу что рядочки полные очень хорошо я не очень густо сеяла в этом году ну не так как вот друг на друге нет сегодня в этот раз поменьше значит что мы делаем дальше мы ждем когда единички которые вот сейчас торчат развернуться вот они развернулись и начали расти как только появится рядом второе перышко вот тогда мы можем себе позволить его подрыхлить слегка ну то есть возьмите какую-нибудь там вашу вилку садовую да и пошевелите почву вот так вот 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 так вот так посажен лук вот так и пошевелите но не надо ничего вот так вот рыхлите тяпать вы корни все пораните не любят растения этого совершенно но в теплицах сейчас тепло и уже и в апреле было хорошо я только знаете в этом году вот обратите внимание на солому которая лежит около карбоната видите я эту всю солому которые были укрыты растения почва замульчирована я ее сдвинула туда почему да потому что всегда вот как то не старайся из этих щелей вроде они все заделаны но оттуда всегда несет холодом а доказательство этому когда вот дует полосой дальше ветер там откуда-то направление и вот так растения замерзшие это же очень печально в этом году пока я не вижу таких полос замерзших чему я очень рада ну высаживать лук мы будем в мае месяце вы это помните как это сделать я еще раз покажу а пока вот радуйтесь да лук должен быть во влажном состоянии не в мокром не в болоте но влажным однозначно он тоже был укрыт укрывным посеянный 7 апреля сегодня у нас 20 апреля мы снимаем да и вот представьте всего сколько 13 дней то есть две недели когда пишут что у меня вот и да долго всходит ну все-таки должно быть тепло в теплице не на улице маленький парник значит там укрытие должно быть и пленка и укрывной и бока все тоже должны быть теплыми все-таки то апрель месяц в теплых краях конечно там все без проблем но здесь все-таки есть проблема поэтому укрывать надо тщательно пока не буду укрывать дня три потому что и ночью не холодно и днем очень тепло а вот когда придет жара под 30 она придет к 26 числу апреля у нас красноярске ожидается плюс 30 градусов вот тогда я его укрою чтобы он не сгорел и открою верхние форточки даже на ночь на этом закончу всего доброго и до свидания